здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания радионародная волна чикаго самая популярная радио на среднем западе сша ведущие геннадий брумер и эдвард брумер сегодня у нас в программе на связи с нами известный политолог и общественный деятель станислав белковский станислав александрович здравствуйте станислав александрович чтобы не терять папе хочу поблагодарить вас за то что в столь поднять для вас время мы вы согласились дать нам это интервью с нами побеседовать я тогда сразу первый вопрос хотел бы задать уважаемая компания с мировым именем bloomberg сказала опубликовала рейтинг владимира путина и это 27 процентов естественно российская власть возбудилась в лице спикера володина вот насколько реально эта цифра 27 процентов и а почему российская власть так реагирует на рейтинг путина эта цифра была из взята из отчета всероссийского центра изучения общественного мнения в целом блумберг ничего не выдумал там есть несколько исследований в том один за одной из этих исследований сделаны по одной из методик да вот 27 процентов а вячеслав полотен спикер государственный дом возбудился так потому что он рассматривает себя в качестве одного из возможных преемников владимира путина на президентском посту и между потенциальными преемниками сейчас идет соревнование прошу прощения за вульгарную формулировку кто глубже лизнет сразу в догонку вопрос а кто потенциальные преемники кого вы видите ну хотя бы 34 это первый вопрос и в продолжении этого вот недавно был вброс что готовится замена самого вячеслава володина на дмитрия медведева вместо его панфиловой должен занять пост господин клигин и плюс идут разговор о том что собянина могут заменить и послать ну например представителям президента по предам в один из округов это просто вброс или все-таки работа над этим какая-то ведется это отражение информационной войны вокруг позиции преемника а числу потенциальных преемников относятся почти все упомянутые во вбросе люди и сергей собянина вячеслав володина дмитрий медведев я думаю что рассматривать в таком качестве могут доверенные бывшие охранники владимира путина такие как евгений зиничев нынешний министр по чрезвычайным ситуациям и алексей дюмин ныне губернатор тульской области а также дмитрий патрушев министр сельского хозяйства сын секретаря совета безопасности ближайшего доверенного лица президента путина николая патрушева естественно эта информационная война будет только нарастать и сейчас ситуация с эпидемией коронавируса сарского 2 и карантином сопряженным с этой эпидемии стимулирует различные формы и методы этой борьбы если следовать вот этой логике да то насколько для запада если я имею ввиду в том плане что для запада для окружения путина очень важно заменить найти человека которому бы запад доверял а насколько запад может пойти навстречу россии и снять санкции а это наверное главный вопрос если допустим будет человек из команды из вот ближайшего окружения путина как вы думаете кто приемлем для запада из вот этого вот окружение которое вы сказали из этого окружения который я сказал наиболее приемлем дмитрий медведев но не будем забывать еще что в качестве возможного преемника рассматривает себя алексей кудрин председатель счетной палаты если спросить его то он скорее всего скажет вам что он для запада единственно приемлемая кандидатур впрочем медведев скажет то же самое понимаете эти люди живут не в той же реальности что мы с вами а немножко за крайнюю любой человеческой а может ли запад верить дмитрию медведев один раз уже дмитрий медведев запад подставил условно говоря петентности профессиональный уровень западных элит я не думаю что западные литры деградировали настолько чтобы делать ставку на конкретную кандидатуру и закружения владимира путина ставка должна делаться на программу регулирования отношений да можно снять санкции с россии но что кремль предложит замен вашего остынского вы считаете что путин это падающая звезда или все-таки это искра из которой возгорится пламя уже все возможное пламя из владимира путина возгорелось и как звезда он прибит к заднику как в театре знаете ли на детском утреннике поэтому пасть он не может сейчас значит ситуация в россии очень довольно интересная а я сейчас заканчиваю книгу которая называется империи должна умереть я думаю вы знаете эту книгу михаила зыгры а сравним и заканчивайте написание нет я я заканчиваю спасибо я заканчиваю ее читать анекдот нет о том как два милиционера обсуждают вопросы расскажи по день рождения может быть книгу нет книгу него же да я заканчиваю читать спасибо что вы меня поправили сравним или ситуации вот я просто когда читаю я вижу аналогии которые сегодня и в то время в 1916 17 год а если у вас это ощущение вот этих аналогии того времени и сегодняшнего времени или это абсолютно специально написано чтобы создать максимальное впечатление аналогии между тем временем и конечно в этом залога и успеха на американском рынке доказательством чему является степень вашего внимания к ней до аналогии есть но есть и совершенно конечно ситуация во многом другая потому что нынешняя империя это империя денег этой монетократия власть денег это власть коррумпированных кланов во многом криминальных по способу мышления это не какая-то монархия романовского образца который и если говорить об аналогиях то и в том и в другом случае в случае николая второго и в случае современных правителей россии не как я уже стал находится за гранью реальности немножечко они не соотносятся с текущей с актуальной политической реальности но конечно владимир путин приложил огромные усилия чтобы заморозить страну чтобы залить его фундамент жидким азотом и в этом смысле николай второй как и михаил горбачёв были для него негативными примерами которым он никак не должен следовать и вынуть от страны жидкого азота будет не так просто то есть развал-то идет гниение идет что будет придет этому на смену вопрос открыт и надо сказать что коронавирус царского 2 дай ему бог здоровья в нетяжелой форме он вскрыл многие проблемы современной россии о которых было еще недавно не принято говорить первую очередь он подчеркнул степени отчуждения между современным жителем россии и государством стало окончательно ясно что это государство никак не соотносится с жителем им государство наплевать на жителя а житель заблуждался под воздействием официальной пропаганды думаю что это не так лет через 30 я надеюсь вас попросят написать книгу может быть об сегодняшнем времени и может быть о президенте путине вы можете сказать какое было название может быть выбрали вот в продолжении опять же книги из игоря какое название вы выбрали бы для своего литературно-исторического труда и чтобы вы сказали в трех словах о владимире путин как бы вы его охарактеризовали так чтобы студенты это поняли сразу например это был человек который призван задержать распад российской империи совершенно правильно сказал константин леонтьев известный российский мысли мыслитель в своем своем труде византизм и славянство когда какая-то геоисторическая сущность развивается и прогрессирует и нужен лидер авантюрист и нужны элиты способны на большие подвиги движению вперед когда какая-то историческая сущность обречена гибели то нужен лидер который задержал бы эту гибель и заморозил владимир путин играл в эту роли продолжает играть поэтому россии после путина в чистом виде не может быть будет совсем другое кто бы ни стал его приемник скорее всего будет ситуация после товарища сталина будет коллективный приемник это коллективный преемник пойдет на либерализацию просто потому что не будет других вариантов точно так же как товарищи перья хрущев и милинков на нее пошли не потому что они были либералами и демократами. Разумеется, нет. Они были сталинские палачи. Но у них не было выбора, они не могли сохранить власть в Советский Союз, не изменив некоторые ключевые черты сталинской политики. Так будет и после Путина. Но это будет система серьезных потрясений, потому что многие устали от нынешнего порядка. И коронавирус это очень обнажил эпидемию. Да, вот сейчас мэр Москвы Сергей Собянин вводит какие-то совершенно шизофренические меры по контролю над гражданами, что там гулять могут жители только определенных домов. В то время как он просто не знает, потому что он не живет в городе Москве. Он живет в сопредельном регионе, который называется Московская область. В огромном имении. Поэтому у него режим самоизоляции во время эпидемии совершенно другой, не такой, как у всех. Как у большинства обверенных его по печенью жителей российской столицы. Он не знает, что в Москве уже все гуляют по улицам много часов в день. И сейчас что он собирается затолкать людей обратно в дома? При том, что полицейских нет. Он поругался с ними 15 апреля, когда они свалили друг на друга организацию жуткой давки в московском метро, премного способствовавшей распространению коронавируса. Это лишь частный пример. Я не призываю вас концентрироваться на нем и думать, что это главное, что сейчас вообще существует в исторической судьбе России. Нет. Но это показатель того, как начнет расползаться эта материя, как только сакральные фигуры Владимира Путина, ее связующие, куда-то исчезнут. Да. Вы хотели что-то добавить? Нет. Я жду вашего вопроса. Один день и два назад, по-моему, вчера это было или позавчера, могу ошибаться, произошел беспрецедентный случай в политике России впервые за 20 лет. Бывший губернатор Чуваший Игнатьев подал в суд на Владимира Путина. То есть представить себе, чтобы это было пару лет назад, ну, просто невозможно. Самое интересное, что после этого, как только он подал, он страх-то попал в больницу. Как вы считаете, вот это интересная вообще ситуация, это получается, что элиты, вот они перестали бояться, или идет все к этому? Брожение было так какое-то. Я стал бы казус Игнатьева свидетельством каких-то тектонических перемен. Ну, Михаил Игнатьев был верным путинцем, он никогда не спорил с боссом. Так получилось, что конкурирующие кланы, которым нужна была Чуваша, его сместили. Он страшно обиделся и подал в суд. Это следствие его тяжелого эмоционального состояния. Находится ли он в больнице, и в какой момент он там оказался, тоже не ясно. По некоторым данным, уже давно он там находится. Но, опять же, я свечку не держал, и тут поступают разноречивые сведения, и бог бы с ним. Другое дело, что когда Владимир Путин делегировал регионам ответственность за урегулирование ситуации с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, региональные элиты немножко осмелели и начали спорить с грозной птицей двуглавым Орлом. Вот, например, глава правительства Крыма уже заявил, что все рекомендации федеральной службы по контролю по защите прав потребителей Роспотребнадзора совершенно неприменимы для курортного сезона в Крыму. Сергей Собянин вводит карантинные меры, которые беспрецедентны для России в целом и отстаивают их. То есть до сих пор он не отменяет электронные пропуска для перемещения по городу, а ведь скоро уже, видимо, 1 или 8 июля состоится плебисцит по кондиционным поправкам, и что же, москвичи должны будут брать пропуска для поездки на избирательные участки? И так в Москве Путином недовольны, и избыточного желания проголосовать на плебисцит не наблюдается. Так еще и это дело случится, да? То есть да, разбраты, шатания начались постольку, поскольку Путин не смог выработать единых стандартов борьбы с эпидемией, не смог предложить стране определенной стратегии, которая ассоциировалась бы с ним лично. Наоборот, у Крусов где-то в виртуальном бункере, по официальной версии в резиденции Нового Огарева под Москвой, в 7 километрах от Москвы, по неофициальной на Валдае. И я более склонен верить второй неофициальной версии, поскольку Путин вообще плохо относится к Москве, так уже жизнь сложилась, это нельзя изменить. И он любит намоленные места на Валдае или же южные рубежи Родины, в частности Сочи, Геленджик и так далее. Где две трети времени он проводит вне Москвы, две трети времени в течение года он проводит вне Москвы. В итоге на авансцене к борьбе с коронавирусом Колсо Собянин, ну вот, и немножко, да, система пошла в разнос. Ну, вообще, президент Путин как себя вообще чувствует? Некоторые политологи все-таки утверждают, что он либо серьезно болен, либо, ну, уж очень-очень устал. И, в принципе, это видно на телеэкранах, когда его показывают. Вот он в раздражении... Да, да, да. Уже 15 как? В 2007 году прозвучалась комментальная фраза «Я всю жизнь работал как раб на галерах». Притом, надо понимать, что график президента Путина не тяжелый. Просыпается он поздно, много времени проводит в бассейне и спортивном зале и так далее. Устал он психологически от невыносимого времени власть, к которой он никогда не стремился, но к которой, тем не менее, рухнуло ему в руки от рук Бориса Ельцина в 1199-2000 годах. Да, усталость накоплена. Что касается состояния здоровья, то я всех спрашиваю, какие ваши доказательства? Много лет говорят, что у него неплохо со здоровьем, да. По его походке видно, что этому человеку уже не 47 лет, как было в момент его восшествия на престол, а 67, ну да. Но ничего более пока мы на эту тему достоверного сказать не можем. Ясно, что, как всякий авторитарный правитель, чей режим замыкается непосредственно и лично на лидера, он, как он сам сказал, между целлой и хариндой разрывается, между желанием уйти и невозможностью уйти. И, как всякий стареющий лидер, он все более внимания уделяет своим родственникам и их точки зрения. А родственников у него двое. Это его две дочери, чье влияние в России нарастает. Я хотел бы спросить про двух персонажей, очень интересных из окружения Владимира Путина. Это глава администрации Антон Вайна и заместитель Антона Вайны это Сергей Кириенко. Он заместитель главы администрации по внутренним вопросам. Насколько сильно влияние этих двух людей на элиты и вообще на то, что происходит и на самого Путина и вообще все, что происходит вокруг Путина? Оно достаточно существенное. Антон Вайна является идеальным путинским исполнителем, поэтому он и стал руководителем администрации. А доверенным лицом Путина он стал задолго до этого. Человек, который никогда не оспаривает мнение босса, он не креативен, он классический бюрократ. При этом молодой и красивый. Все тоже важно, потому что Путина устала от стариков и, как всякий пожилой человек, он нуждается в энергетическом обмене с молодыми. Что касается Кириенко, то для Путина он важный противовес другим кланам в его окружении, тем более, что если когда-то Сергееву Деленску Кириенко был ставленником семьи Бориса Ельцина, еще когда он стал премьер-министром России 22 года назад, то потом он вернулся на высшие позиции во власти в качестве представителя клана Ковальчуков, так называемого. В первую очередь банкера Юрия Ковальчука, который весьма близок к Путину и пользуется доверием российского президента. Однако это не означает, что войны Кириенко эксклюзивно контролируют политический элит. Это не так, конечно. То есть те же Сергей Собянин и Вячеслав Полозин скорее относятся к их оппонентам и конкурентам. Как вы считаете, вот то, что происходит за кремлевской стеной, это такой своеобразный мадридский двор, это политбюро 2, как сказал политолог Минченко, или это все-таки кооператив Озеро, как бы вы описали? Это один из элементов этой системы, но не вся система. Также я бы не описал ее в терминах политбюро 2.0, потому что политбюро это институт. Это институт, предусмотрен некими документами с фиксированным составом и достаточно четким объемом полномочий и сфер влияния и ответственности каждого члена политбюро. У путинского окружения нет ни четкого разделения сверхполномочий, ни влияния, ни ответственности. Кто первый добежал по некоторым вопросам, тот и в дамках. Скажем, Игорь Сечин контролирует энергетику, он и продолжает ее контролировать, всякие попытки перейти ему дорогу в этом вопросе заканчиваются часто уголовными делами, как это было и посадками, как это было и с братьями Магомедовыми, близкими к Дмитрию Медведеву, и с бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым и так далее. Но это такое броуновское движение, то есть это не институциональная власть. Власть в позднем Советском Союзе была строго институциональной. Этим она качественно отличается от нынешней Путинской. Перед тем, как мы уйдем на рекламу, такой вопрос, касающийся пропагандистов. В последнее время Владимир Соловьев, выражаясь языком немножко таким блатным, потерял берега. В чем это выражается? Это выражается в том, что он делает очень громкое заявление, причем оскорбительного характера, в отношении Владимира Познера. он делает оскорбительное выражение, там целая война с спортивным корреспондентом Василием Уткиным. Василием Уткиным. То есть человек против... Он сделал очень грубейшее высказывание против Дмитрия Гордона. Дмитрий Гордон. Дмитрий Гордон, это как бы отдельная ситуация. И Уткиным украинский. украинский. Ситуация с нечек власть. Да. Даже в этом позже это отдельная ситуация, пусть у него есть своя ниша, но его нельзя в полной мере ассоциирует с Кремлем. Но в принципе, почему вдруг это он так осмелел или это ему дали разрешение? Ему дали разрешение. Ему дали разрешение. Владимир Рудольфович Соловьев, которого я безмерно уважаю, есть две задачи. Заработать максимум денег, пока все не навернулось, поскольку он очень жаден до денег, и сделать так, чтобы ни в коем случае вы не убрали с телеэкран. Как сказал поэт Андрей Андреевич Вознесенский, правда, по совершенно другому, гораздо более интересному поводу, какое время на дворе таков мессия. Каковы сегодня морально-эстетические приоритеты правящего слоя, таков и глашатый его. И в этом смысле и Владимир Соловьев, и другой ведущий телепропагандист Дмитрий Киселев, эволюционирует в направлении текущего стандарта пропагандистской деятельности. Вот так сейчас надо. А вот по-другому не надо. В этом смысле как раз Владимир Познер вытесняется на обочину этого процесса, такой человек, как Владимир Познер, но он к этому готов. Он уже не юноша, и он занимает ту нишу, которая занимает не более-не менее того. Дмитрий Гордон вообще украинский герой, украинской повестки, они расистки. В этом смысле о нем можно говорить на расистском целедении все что угодно, и чем хуже о нем говорят в России, тем выше его акции в Украине, на Украине. Васильевич Слава Чуткин, которого нежно люблю, он занял мое место, то есть не мое место, а я ему уступил, передал глубокой благодарности место в программе «Паноптикум» на телеканале «Дождь», прекраснейший человек и талантливый журналист и публицист, но он ни в коей мере не кремлевской фигурой. В этом смысле на нем можно, Соловьев может оттаптываться как угодно. Еще один вопрос. Если власть поменяется, она поменяется рано или поздно, многие из этих пропагандистов все-таки, как говорится, останутся, я так думаю, на своих местах. Нужна ли люстрация в отношении именно этих людей? Я не говорю в отношении каких-то политиков. Я имею в виду в отношении и Владимира Соловьева, и Киселева, и Скобеева. То есть вот эта группа людей, которые на сегодняшний день занимаются именно пропагандой, а не журналистикой. Понимаете, ну, я не тот человек, который должен отвечать на вопрос иллюстрации. Ну, на ваш взгляд. Я вообще считаю, что нужно разрядить немножечко обстановку и атмосферу ненависти, на кого бы она не распространялась. Вот я не могу сказать, что я отношусь как-то с ненавистью к кремлевским телепропагандистам. Нет. Я просто живу в другом мире, в другой реальности. Знаете, сегодня эти федеральные телеканалы, они по-прежнему важны, но они уже далеко не так важны, как 10, тем более 20 лет назад. Сегодня существует интернет, где тот же Алексей Навальный, Илью и Дудь набирают десятки миллионов просмотров и в этом смысле по влиянию сопоставимы абсолютно с федеральной машиной пропаганды. Как говорится, да бог бы с ними. Не важно, не важно, какая судьба этих холопов. Концентрируясь на ней, мы подменяем реальную повестку дня, в общем, какими-то мелкими, абсолютно мелкими, разборками мелкими, как они сами. Спасибо большое. Мы сейчас уходим на рекламу. Оставайтесь вместе с нами. У нас в передаче участвует Станислав Александрович Белковский. Станислав Александрович, через пару минут вернемся. Спасибо. Мы возвращаемся к программе «Полис информания» «Радио Народная волна Чикаго». Сегодня мы беседуем с известным политологом и общественным деятелем Станиславом Белковским. Станислав Александрович, здравствуйте еще раз. Еще раз добрый вечер, вернее, вечер у меня. У нас день. У нас день. А, Станислав Александрович, позавчера президент Путин объявил о том, что будет парад победы 24 июня, и через месяц предполагается, что будет бессмертный полк. Вообще-то, смотрится это немножко удивительно. Как вы, как вы вообще сами вот относитесь к тому, что он хочет провести парад победы, как это можно вообще технически провести, и вот бессмертный полк нужен ли он вообще в данной ситуации. Как гласится русская политологическая пословица, между первой и второй перерывчик небольшой. Владимиру Путину нужно запихнуть несколько очень важных событий в короткий промежуток между двумя волнами эпидемии. Вторая волна, скорее всего, начнется осенью, в сентябре или октябре. Значит, уже в сентябре проводить ничего нельзя. Дальше она начнется попозже, в октябре или ноябре, но будет много разговоров о том, что из-за этих мероприятий началась вторая волна. Кроме того, Владимир Путин разочаровал многих своих сторонников пассивной позиции во время первой волны эпидемии. Если откладывать все это делал до осени, не используя ту инерцию, которая была создана пропагандистскими усилиями Кремля начиная с января текущего года, значит, Путину нужны какие-то новые подвиги и совершения. Кроме того, Владимир Путин авральное сознание. Он считает, что ленивый русский народ никогда ничего не может сделать, если не делать это быстро, с пистолетом, приставленным к виску. Ключевое для него событие не парад победы. Вернее, это было ключевым событием, пока он рассчитывал, что на него приедут западные лидеры. 24 июня они не приедут, это просто надо отстреляться в хорошем смысле слова и отчитаться перед собой и нацией, что все-таки мы это провели. Мы не проманкировали 75-летием победы. Главное событие это плевисцит, легитимация конституционных поправок, которая состоится 1 и 8 июля. Соответственно, плевисцит проходит в обрамлении Парада Победы и Бессмертного полка. Бессмертный полк рассматривается Кремлем как механизм консолидации значительной части населения вокруг Владимира Путина, поскольку Владимир Путин все больше ассоциируется с победой СССР в Великой Отечественной войне. Вообще, скоро выяснится, что он, видимо, помогал Леонидовичу Брежневу на Малой Земле. Потому что значимость победы 75-летней давности в современной российской истории так велика, что действительно возникает впечатление, что вот этот нынешний элит эту победу и одержает. Немножко об Украине, если вы не против. Я только за. ведущий российский эксперт по Украине. Это звучит очень эрогент, как говорят, но в Чикаго является правильным. Владимир Зеленский год у власти в Украине. Как вы считаетесь, он набрался уже опыта того, которого у него вообще не было, или он еще такой плавающий человек, на которого одели корону? Он набрался горького опыта. Во-первых, он убедился, что жизнь не состоит из одних побед. Собственно, вплоть до избрания президентом и очень успешного выступления на парламентских выборах, когда его партия получила единоличное большинство в Верховном Совете Украины, он шел от победы к победе. Не было ни одного серьезного поражения в жизни. В общем, включена в публичной сцене. Я не знаю, может, ему отказала какая-нибудь любимая девушка много лет назад, но нам об этом ничего не известно. Сейчас он понял, что президентство тяжелое бремя и что силами только студии Квартал 95 управлять крупной европейской страной нельзя. Его недавняя пресс-конференция на травке у Мариинского дворца в Киеве на мой взгляд показала его непростое эмоциональное состояние и то, что он наконец решился привлечь того же Михаила Саакашвили в команду говорит о том, что, видимо, он будет как-то менять подходы, потому что первый год не оказался совсем неудачным, это было бы неправдно. Во-первых, Владимир Зеленский умудрился не влипнуть сам лично ни в один коррупционный скандал, что для украинского политического эстеблишмента вообще беспрецедентно. Во-вторых, все-таки определенные реформы шли, просто гораздо медленнее, чем ожидалось, в частности земельная реформа. Тут еще грянул коронавирус, который, как и в России, показал полную неготовность системы здравоохранения Украины к ответу на этот вызов. Но в целом Владимир Зеленский еще не растратил кредит доверия. Он выглядит лучше, чем многие его предшественники через год после прихода к власти. И еще очень важно, как он проявит себя на втором году президентства. Как вы считаете, какую позицию президент Зеленский займет в отношении скандала вот этих записей по поводу переговоров Порошенко и бывшего вице-президента Байдена? как мы читали и это есть в прессе, его заставляют в каком-то смысле сделать выбор либо в одну сторону, либо в другую. Да, но выбор сделать не может до 3 ноября. Украина весьма зависима и политически, и экономически, и психологически от США. Поэтому Зеленский не может стать фанатом ни Трампа, ни Байдена. Он должен дождаться все-таки, кто будет избран президентом в ноябре и дальше выстраивать свою линию в зависимости от исхода выборов. К другой стороне, он, конечно, очень хочет задвинуть на задний план Петра Порошенко, исключить возможность возвращения Петра Порошенко на ключевые позиции во власти, или, во всяком случае, нейтрализовать своего предшественника в качестве угрозы. Но я не думаю, что он заинтересован в создании прецедента ареста своего предшественника, потому что для Украины это плохой прецедент. Когда 4 бывших президента собрались на Майдане независимости в Киеве во время празднования годовщины 24 августа годовщины про возглашение независимости, это вот был типично украинский сюжет. Там не было только Виктор Янукович, который сбежал. Если новый президент начнут сажать старых, это будет, Украина станет больше похожей на Россию, что ей неприличество. Михаил Саакашвили. Такая очень интересная фигура для Украины последнего времени. То он прибывает, то его, как говорится, вытесняют, выпихивают. с приходом этого персонажа на политическую арену Украины, есть ли вариант того, что экономика Украины есть и не пойдет вверх, то хотя бы стабилизируется? Есть ли у него такие возможности? А вот у Михаила Саакашвили здесь ничего не зависит. Ведь это совсем не ситуация Грузии 2004 года, когда у Михаила Саакашвили была вся полнота власти, он имел как бланш на формировании властной команды. Здесь того, как бланш и нет. Он сосуществует с группой других команд, которые относятся к нему весьма ревностно, и с украинскими олигархами, которые по-прежнему занимают все командные высоты, прошу прощения за этот прошлый термин, в экономике. Но сам факт, что Владимир Зеленский начал привлекать сильных независимых людей во власть, это положительно. Если таких, как Саакашвили, будет 10-12, то ситуация сдвинется с мертвой точки. Какой вы видите вообще Украину лет через 30-50? Ну, давайте ближе к реальности через 30. Ну, 15-30. Как говорил ныне покойный бывший премьер-министр России и посол России сразу в двух странах, в Украине и на Украине Виктор Степан Черномырдин, трудно делать прогнозы, особенно на будущее. Я считаю, что Украина имеет все возможности стать демократической альтернативой России, то есть демократическим восточным славянским государством, неким великим княжеством литовско-русским. Это концепция, которую можно было взять на вооружение еще в 2004 году, после победы оранжевой революции, когда президентом стал Виктор Ющенко. Но украинские элиты оказались по своему профессиональному и личностному уровню не готовы к решению столь сложных исторических задач. Будем надеяться, что Владимиру Зеленскому и Украине вместе с ним повезет больше. Но 30 лет огромный срок, и в демократической стране власть поменяется еще не раз. Это в России мы не уверены, что когда уйдет Владимир Путин и уйдет ли вообще. Здесь мы можем прогнозировать, что даже если Зеленский пойдет на второй срок, то уж второй срок точно будет для него последним. И посмотрим, то есть здесь надо смотреть на нынешнюю молодежь, которая так или иначе дышит в спину в сегодняшней политической элите, что она думает и как. И, конечно, здесь стандарты и стереотипы прошлых десятилетий уже работать не будут. Здесь нужны качественно новые подходы, к которым нынешняя украинская элита не готова. Она хочет заморозить все как есть. Украина всех предыдущих лидеров, всех предшественников Владимира Зеленского погубила коррупцию. Владимир Зеленский сам лично пока, никто даже, его жесточайшие оппоненты не утверждают, что он вовлечен в какие-то коррупционные схемы. Это уже огромный прорыв, даже несмотря на то, что реформы буксуют. Самый больной вопрос для Украины это Луганск и Донецк. Есть ли реальная возможность решить проблему с вот этими двумя самопровозглашенными республиками? Если есть эта возможность, то как ее нужно решать? Потому что уже столько лет прошло, но вопрос не решается. Или он может не решаем? Он и не может решиться быстро. Даже независимо от позиции Кремля. Да, конечно. Кремль контролирует. В значительной степени самопровозглашенный ЛНР и ДНР, так называемый отдельный район Донецкой и Луганской областей. Но не будем забывать, что война принесла 13 тысяч трупов. И кровь, как сказано в писании вопиет от земли. То есть не надо думать, что завтра украинская власть может туда прийти и ее будут встречать аплодисменты. Ничего подобного. Поэтому либо будет замороженный конфликт Приднестровского образца на долгие десятилетия вперед. И к этому, в принципе, все готовы. Кто бы там, формально не говорил, к этому готовы и Россия, Германия и Франция. К этому готов, я думаю, президент Зеленский. Или, если с Россией снимут значительную часть санкций, введенных, в первую очередь, Евросоюзом, Европой, то Россия может положить какие-то существенные усилия по реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей в состав Украины. Но еще раз вернусь к мысли, что психологическую травму, рану, разделение между Украиной и этими территориями уворочевать просто так не удастся. Станислав Александрович, хотелось бы поговорить о главном союзнике России, о Китае. Или это не союзник? Какие отношения между Россией и Китаем? Может быть, Россия все-таки не союзник, а назовем таким словом может быть неприятным где-то в каком-то смысле вассал? Или они равны? Китае хочет, чтобы Россия была не вассалом, поскольку это не соответствует китайской психологии. Китай не хочет брать под контроль такие большие территории. Это не отвечает совершенно китайской стратегии. Китаю нужны ресурсы. Ему нужна зависимость от него, но не ответственность. Не случайно сам термин поднебесная, который означает Китай, за пределами поднебесной как будто ничего и нет. Китай тотален. Он равен миру. Поэтому Китай заинтересован в России как сателлитии, как в сырьевом придатке, а Россия рассматривает Китай как пугалку для США. Но пропагандистский ресурс это пугалки о многом из чарпан. Он все понимает, как устроено на самом деле. Сейчас один из главных глобальных сюжетов это противостояние США и Китая. Если бы России удалось продать Америке свои услуги по сдерживанию Китая и по уменьшению всемирной роли Китая, то за это в Москве Вашингтон много бы простил и возможно смягчил бы санкции. Но Владимир Путин мне кажется к этому психологически не готов. Это уже следующее поколение российских лидеров может решать задачи такого порядка. При этом я не переоцениваю роли места Китая в современном мире. Это никакая не сверхдержава. Это агрессивное талитарное государство, да, но сверхдержава это страна, которая экспортирует образцы. Не какие-то товары народного потребления или сырье, образцы политические, культурные, экономические. Вот Америка их экспортирует. Их экспортировал, кстати, и Советский Союз, когда он существовал и был в нормальной форме. Неважно, хорошие или плохие образцы, но он их экспортировал и социалистический лагерь, социалистический мир, зависимый от Советского Союза, существовал. Китай образцов не экспортирует. Это страна, где создан талонный концлагерь в Синдзяно-Изурн в Игорском автономном регионе, где сейчас предпринимается попытка раздавить Гонконг и его фактическую автономию. В общем, это токсичный актив мировой политики. И чем быстрее коллективный Запад сможет облуждать Китай, тем лучше для всех. И говорю же о том, что Китай уже проэкспортировал один очень важный товар, повлиявший в этом году на мир весьма существенно. Коронавирус. SARS-CoV-2. И Россия могла бы играть в этом деле тонкую игру, но не уверен, что для этого годится нынешний лидер Владимир Владимирович Путин. Мы плавно перешли к международным отношениям. В России, как и в Америке, многие утверждают, может быть, не вслух, может быть, как говорится так, через средства информации, через средства определенной информации о том, что России выгодно, чтобы президент Дональд Трамп остался во главе государства. Скажу вам от себя, мы действительно поддерживаем Дональда Трампа, потому что мы видим очень много плюсов в его работе. Насколько, на ваш взгляд, насколько он связан с Владимиром Путиным как ну, такими личными отношениями, да, дружескими, я не знаю, дружескими, личными отношениями, либо это отношения такие чисто двух лидеров и ничего там личного нету? Там нет как раз и там есть только личные. Только личные. Несмотря на то, что они мало и плохо знакомы. Потому что позиция Америки по отношению к России при Трампе оставалась достаточно жесткой, как вы знаете. Никих существенных послаблений не было, не так ли? Ну да, конечно. Да, просто Трамп и Путин они психологически близки. Пусть даже заочно, ведь они почти не встречались. потому что и тот и другой как бы перпендикулярны Вашингтонскому истеблишменту. Вот Владимир Путин очень не любил Барака Обаму. Он не любил Барака Обаму за высокомерие по отношению к нему Путину, за типичное высокомерие гарвардского профессора к такому детяте питерских болот. Он не любил Барака Обаму еще и за то, что 44-й президент США делал ставку на второй срок Дмитрия Медведева. А не на пролонгацию бесконечного Владимира Путина во власть. И поэтому Трамп как анти Обама Путину в общем более-менее приятен. Опять же, вот здесь скорее это эстетические и психологические элементы и мотивы скорее чем политические. А как вы считаете, что Владимир Путин готов предложить Западу в в том смысле чтобы отменили санкции. Какой продукт такой в обмен на отмену санкций. Что Владимир Путин готов пожертвовать в этой большой политической шахматной игре? Во-первых, те вопросы, из-за которых санкции введены. В первую очередь восстановление территориальной целостности Украины, при том, что, конечно, Владимир Путин ни при каких средствах не отдаст Крым. Более того, это еще только половина плохой новости, а вторая половина стоит в том, что кто бы не пришел после Путина, он не отдаст Крым. Даже если какой-нибудь оппозиционный кандидат, это фантастический сценарий, но предположим, приходит в власть Алексей Навальный, он тоже не отдаст Крым, он, безусловно, заявит, что подавляющее на большинство населения России и Крыма против, поэтому этого не будет, никогда. И если ввести любому представителю политической элиты США, Германии, Франции, Украины в сыворотку правды, они скажут то же самое, что на возвращение Крыма никто и не рассчитывает. Это чисто ритуальные риторические танцы. Ритуальные танцы и риторические упражнения вокруг ничего больше. Донбасс и Луганщина вернуться могут, но опять же с поправкой на то, что должна пройти смена поколения и на авансцену выйти люди, для которых не является чувствительной пролитой крови этой войны. Как между Францией и Германией. Это сопоставимо. не по масштабу, но по типологии конфликта не сопоставим. Когда-то это были враждетные страны, которые занимали разные позиции в мировых войнах. Сегодня это ключевые союзники в Европе. То же самое может случиться между Россией и Украиной, но тоже со сменой поколений. Владимир Путин должен уйти. Я не верю в то, что при Владимире Путине что-то кардинально изменится в этом вопросе. Потому что Владимир Путин проник на глубочайшем чувством недоверия к Западу. И он осмысливает эту историю как колоссальный обман его Путину со стороны Запада, который всю жизнь мечтал стать европейцем, всю жизнь мечтал интегрировать свою элиту в Европу, если не Россию в целом. И кто-то камень положил в его протянутую руку, поскольку Запад ему все время объяснял, что нужно разделить какие-то там западные ценности. А западные ценности, если не говорить об экономических интересах, о деньгах, для Владимира Путина внятны не очень. Мы с вами, Станислав Александрович, люди одного поколения. И мы хорошо с вами помним Андрея Андреевича Громыко. А господин нет. Что можно сказать в этом случае про Сергея Лаврова? Он практически лет 15, если я не ошибаюсь, находится во главе внешнеполитического ведомства. Как вы оцениваете его работу и насколько на сегодняшний день внешняя политика России соответствует каким-то высоким или очень низким стандартам? Сергей Викторович Лавров занимает пост в 16 лет. 16. Смарт. 2004 года и при нем Министерство иностранных дел практически потеряло свое влияние и статус. Но это не вина Лаврова ни в коем случае, который вполне возможно является блистательным дипломатом. Во всяком случае все его пиар-компании направлено на то, чтобы подчеркнуть его блистательность и то, как все дипломаты мира хотят с ним пообщаться и поцеловать ему руку. Что с психологической точки зрения как всякая пиар-компания такого плана объясняется ровно обратно. что МИДы нет в системе коммуникации между Россией и внешним миром. Все решает Владимир Путин и зачастую какие-нибудь крупные бизнесмены, близкие к Путину, знают о внешнеполитических решениях России больше, чем МИД и Лавров. Посольства утратили свое значение, которое они имели прежде, особенно при советской власти. Если путь надо что-то решить, то Соединенными Штатами, Венесуэлой, Ливией, Сирией и так далее, ведь от них не посольство этим занимается, а его приближенные бизнесмены, вот Игоря Исечина до Евгения Пригожина и так далее. Или там, например, где-то какими-то деликатными вопросами отношений с Соединенными Штатами занимается глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который женат на ближайшей подруге дочери Владимира Путина. То есть у них как бы такие квазиродственные события. Поэтому с МИДом, да, там по-прежнему остались дипломаты Громыкиного призыва, которым очень недостает влияние тех эпох, но поезд ушел. А есть ли человек, который может сменить Лаврова, на ваш взгляд? Мне говорили, что знающие люди, но знающие люди нередко ошибаются, поэтому я не гиперболизировал бы значение той версии, которую сейчас возлагаю, что министром иностранных дел хочет стать профессиональный дипломат Антон Вайно, ныне руководитель администрации президента, может быть, он и сменит Лаврова. Но пока в этом нет необходимости, поскольку, понимаете, во-первых, Лавров полностью Путина устраивает. Он не создает ему никаких проблем, так зачем менять? Понимаете, Путин по психотипу глубочайший консерватор. Он никогда не меняет людей, если в этом нет особой ненужды. Это Борис Ельцин мог менять правительство раз в три месяца. Его все время подмывало что-нибудь там был революционер. А Владимир Путин контрреволюционер. Чем плохо Лавров-то? Он пользуется уважением во всем мире, хорошо говорит по-английски, блестяще выглядят, несмотря на не очень юный возраст, ну так зачем? Чем он плох во главе МИДа, который ничего не решает, тем, злой. Станислав Александрович, хотел бы вам предложить небольшую викторину. У нас еще есть пару минут, а вы постарайтесь может быть коротко, может быть даже как-то объяснить. Хорошо? Да, попробуем. Эдгар По или Эрнст Хемингуэй? Оба. Оба. Но все-таки. Ну, понимаете, это два полушария моего мозга. В одном находится Эдгар По, в другом Эрнст Хемингуэй, поскольку я не готов отрубить ни одной из полушарий, пока, иначе вам будет менее интересно со мной общаться, то все-таки оба. Окей. А Эрнст Пресли или Майкл Джексон? Элвис Пресли. И такой последний в этой викторине президент Хэрри Трумэн или президент Рональд Рейган? Рональд Рейган, потому что я видел Рональд Рейган, я знаю, что это такое. То есть, я отдаюсь отчет в том, что может быть Хэрри Трумэн и лучше Рональд Рейган. Но, наверное, Рональд Рейган это эпоха моей юности, а Хэрри Трумэн это учебник истории, а юность всегда лучше учебник истории. Есть еще пару минут. Экономическая ситуация в России все время замыкается на Москве. Мы обычно никогда или когда и мы и другие журналисты, те, кто говорят о России, всегда как бы склоняются к двум городам, к Санкт-Петербургу и к Москве, всегда забывая о регионах. Какая экономическая ситуация на сегодняшний день в регионах? я не концентрирую какую-то конкретную конкретную часть России. Крайне непростая, они гораздо неизмеримы на порядке пятнее Москвы. То есть, есть ли там возможность, если, допустим, все будет идти так, как идет, есть ли возможность там, ну, условно говоря, бунта какого-то? Или все-таки есть? По экономическим вопросам, конечно, есть. Я не утверждаю, что этот бунт примет сразу широкий антипутинский характер. Нет. Но точек социальной напряженности, которые могут спровоцировать бунт, достаточно. То есть, можно сказать, что в России существует гражданское общество. Такое активное. В 2018 году три никому неизвестных на тот момент, малоизвестных и сегодня политика представителей партии системной оппозиции выиграли губернаторские выборы. В Хабаровском крае, в Хакасии, во Владимирской области. Представители партии власти Единая Россия поддержаны Путином потерпели на этих поражение. Еще даже и в Приморском крае проиграли Единая Россия, но Кремль отказался это признать, там и путем всяких махинаций все-таки продавил своего ставления. Уже это говорит о том, что как только чуть-чуть отпускают в ОЗЖИ, народ прекрасно голосует за оппозицию против власти. Станислав Александрович, наше время истекло. Спасибо вам большое за то, что вы согласились еще раз дать нам вот это интервью в позднее для вас время и в наш день. Как говорил в аналогичной ситуации Черчилль Рузвельту, отказавшему ему военной помощи в 1940 году, действительно уже в Лондоне уже поздно и вы даже не знаете насколько. Надеюсь, что в Москве еще не так. Станислав Александрович, мы надеемся на продолжение нашего диалога и я надеюсь, что вам было интересно. Мы хотим пожелать самое главное на сегодняшний день это здоровья, оптимизма и бодрости, чтобы все у вас было замечательно. А нашим радиоуслушателям мы хотим пожелать всего того же, всего самого наилучшего. Слушайте нас и смотрите нас на ютубе. Спасибо, до свидания.